Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Oblivion. Мы находимся около Старого моста, недалеко от Имперского города. В последней серии мы занимались очередным убийством для Темного Братства в качестве душителя. Все было сделано довольно чисто, поэтому заказчик должен быть доволен. Сейчас у нас новое задание убить изгоя, охотницу Арганианку, которая находится около Форда Редмана, что ли, я точно не помню. В затопленной шахте она находится, она помутилась рассудком, стоит быть на чеку. В последний раз, когда нас стращали, и на самом деле было довольно сложно. Так, тут мы были? Еще не нашли. Хорошо. Давайте направляться туда, посмотрим, что же это будет. Кроме того, в последней серии мы прочитали офигительную просто книжку. Про то, про истоки Темного Братства, как оно вообще образовалось. Так, ну а сейчас мы оставим тенигривы тут, ты нам не понадобишься. Надо бы, конечно, купить стрел. Но, ладно, я думаю, не хватит, потому что со стрелами у меня сейчас беда. Мы давно уже ни в какие магазины не сходили. И, кстати говоря, давно не пытались, так что нас может сейчас солнце приголубить по полной программе. Ну да ладно, разберемся. Так, затопленная шахта. Она где-то тут, насколько я помню. Ненавижу. Так, тут мы... Кто? Где? Ой, опять, наверное, какой-нибудь грязи краб. Ну, конечно, смотри, какая опасная тварь. Ах, ладно. Иди сюда. Так, ну и что? И где она тут? Вход я не вижу пока. Я думаю, он довольно хорошо спрятан. Короче говоря, я ненавижу места, которые затоплены. Там приходится много плавок. Последний раз Органиана, когда мы нашли какой-то лагерь беглых рабов, по-моему. Органиане там были просто отвратительными. И все было настолько организовано, погано. Что нам приходилось очень много плавать. И, как вы видите, здесь то же самое. Поэтому... Готовьтесь. Хотя, с другой стороны, это в какой-то мере даже интересно. Какой-то дух приключения. Так, о-о-о. Там кто-то с кем-то воюет. Ну и пусть воюет. Нашим проще будет. Хорошо. Шалис мертва. Надо забрать свою награду. И следующее задание в тайнике в гробу. Руин форта Редман. Вот что, форт Редман. Я вспомнил. Ну, это было как-то... О, текстурки-то... Это было странно. Уже второй раз у нас такое происходит. Первый раз, когда мы с Орчихой пошли по заданию. После чего я стал странствующим рыцарем. И мы тоже вошли и его убили. И тут то же самое. Так, ну что. Я думаю, все-таки стоит сплавать. Хотя она безумная. Но, возможно, у нее что-то хорошее есть. О-о-о. Нет, не-не-не. Ненавижу этих тварей. Ой, я ничего не вижу. Куда я плыву? Я ничего не вижу. О-о-о. Но-но-но-но-но-но. Только-только не это. Нормально. Приплыли, называется. Так, короче говоря, я потерялся там в воде. Рыба. Пардон. Длинный меч. Теневые поножи. Кстати, неплохо. Изношенная мифриловая. Тяжеловато это все. Просто тяжеловато. Блин, вообще не стоило сюда идти, короче. Ладно, валим. Че, съели? Твари. Я думаю, я буду не прочь тобой перекусить в итоге. Жаль, конечно, у тебя стрелу такую. Но просто хотелось тебя поджарить. А, у тебя чешуя только. Жаль. Ну, я такой вредный, я чешую могу съесть. Из принципа-то. На че не пойдешь ради принципа, да? Так, давайте, кстати, жир тролля попробуем на вкус. О-о-о. О, какая пакость. Крабовое мясо. Чешуя. Нажались гадости. Так, ну хорошо. Нормально так начало серии пошло. За нас всю работу сделали непонятные зверюшки. Как они там оказались и почему вообще это произошло. Я, конечно, не знаю. Вся ответственность на разработчиках. Ну, ладно. Хорошо. Так, Форт Редман. Мы тут были. Как не были. Мы же были тут. Посмотрим. Может, следующее задание будет более заговористым. Потому что последние два, честно говоря, как-то так. Так. Знакомые места. Там находится, насколько я помню, Леевин. Да, вон он. Так, надо стрелы какие-нибудь поставить, чтобы не тратить наши отличные. Ну, остальные, допустим. Так, и где там в Форде? В Форте, вернее. В Форте, говорю. Уруин, понятно. В гробу. Но это еще нормально. Здесь, кстати, отводятся просто ужасные твари. Какие-то полускорпионы. Полусклопендры. При этом еще и чем-то похожие на человека. Это просто ужас какой-то. Не хотелось бы нарваться еще раз на такую. И где у вас тут гроб? Гадости никакой вроде нет. Там наверху, хотя кто-то обитает. Так, не здесь. Где-то либо надо мной, но скорее всего... О, офигеть. Скорее всего, подо мной. А вот и гроб. Так, золото. Тайный приказ номер пять. Расписание Алвала Увани. Мой новый контракт лежал в тайнике в гробу у форта Редмон. Мне приказано убить темного эльфа Алвана Увани. Торговца, которого часто путешествует по Сиродилу. Мне известно его еженедельное расписание. Стоит свериться с ним решить, когда и где лучше нанести удар. У Вани мастер магической школы разрушения. И ему приходилось раньше убивать. Но у него есть слабость. Стоит ему отведать меда, как он падает обездвиженным из-за какой-то редкой аллергии на мед. Так, и как мне сделать, чтобы он покушал меда? Хорошо, сейчас у нас месяц начала морозов, двадцатый. Ну ладно, давайте более подробно вообще остановимся на задании. Что от нас хотят? Так. Если ты читаешь эту записку, значит шарик смертва. Мир в долгу у тебя, душитель. Пора продолжить работу. Твоя новая цель – странствующий торговец. Тёмный эльф по имени Алвал Увани. В настоящее время он снимает дом в Леевине. В родном Мору Винди Увани считается респектабельным торговцем, но его дела часто уводят его далеко от дома. В этом-то всё и дело. Жена Увани весьма расстроена тем, что её муж подолго не бывает дома и хочет расторгнуть этот брак. Для этого она решила прибегнуть к услугам Тёмного Братства. К счастью для нас, Сиродил находится вне сферы влияния морок Тонг. В данный момент Алвал Увани путешествует по Сиродилу и нигде не задерживается дольше двух дней. В этом тайнике ты также найдёшь расписание его передвижений. Оно поможет тебе спланировать его убийство. Однако помни, что он привык путешествовать по диким и опасным уголкам Империи и поэтому знает, как защитить себя. Он мастер магии разрушения, и ему уже не раз приходилось убивать. Когда тело Алвала Увани начнёт гнить, отправляйся в торговый район Имперского города. Там ты найдёшь магазин под названием «Крепкий щит». Тайник находится позади здания в трухлявом пне. Как обычно, там будет твоя награда и новый контракт. Ах да, нужно упомянуть ещё об одной детали. Алвал Сувани страдает от редкой болезни тёмных эльфов, тяжёлой формы аллергии на мёд. Если тебе удастся заставить Увани выпить мёд или любой напиток, содержащий мёд, возможно, заменив им пищу Увани, то Алвал будет полностью парализован. Это поможет тебе разобраться с этим тёмным эльфом. Блин, ну прикольно на самом деле. В своих перемещениях посередину Алвал Увани в определённые дни появляется в определённых местах. Морднас Тирдас в Бравиле. Постоянный двор. А, Постоянный двор, Одинокий странник. Мидас Турдас. Скинград. Таверна Западный Вельд. Фредас Лоредас Брума. Кружка Ложка Олова. Так, это я даже знаю где, я даже помню этого Олова. Сандас Леевин. Дом Алвала Увани. Арендованный. Обрати внимание, что точное время его прибытия может варьироваться в зависимости от расстояния между пунктами отправления и назначения. Хорошо. Блин, это будет геморройно, я так чувствую. Хотя, сейчас мне показывают прямо на карте, где он находится. С другой стороны, пока я могу перемещаться, он уже может убраться оттуда. Давайте попробуем, почему нет. Мёд. Что же нам сделать с мёдом? Блин, необычное, интересное задание дают. Так, а он уже упетлял вот сюда. Так, ну когда мы будем в Серсине, он уже, наверное, будет где-то вот тут. Ну-ка. Я думаю, всё-таки на природе его убью. Потому что с мёдом, ну это как? Мне в друзья набиваться, что ли? Блин, он уже сюда ушёл. Куда же ты двигаешься, интересно. Мне кажется... Так, из Брумы он идёт... В Лейвен, что ли? Ну-ка, очерёдность какая. Так, из Брумы в Лейвен, да. Тогда мы сейчас отправимся... Сейчас посмотрим. Я думаю, как-то мы переместимся куда-то вот сюда. А мы ещё не нашли эту локацию. Переместимся вот сюда. Он уже будет на полпути где-то. Тут, кстати говоря, мне сказали в комментариях, написали, что пропустили небольшую пасхалку. Так, где-то там... Только не говоришь, что он меня обогнал. Но это логично, в принципе, потому что я позади него всё время. Так, ну ладно, сейчас его догнать будет довольно просто. Сначала мы возьмём... Негрива... Не денетесь никуда от нас, Этмак. Где-то здесь, под мостом, сказали, есть пасхалка. Или что-то эдакое. Окей. Тролль под мостом сидел. Как обычно. Так, записка каракулями. Это он писал, что ли? Так, ну-ка. Моя самая плохая тролль из всех. Ну, никто не хочет платить за проход по моя мост. Моя так мало страшная. Моя напьётся и убьётся. Тролль утопится. Хе-хе-хе-хе-хе. Да. У тебя вышло. Хе-хе-хе. Блин, это, по-моему, круто было. Ну, никто не хочет платить. По-моему, кстати, в Ведьмаке во втором такая же проблема у тролля была. Нужно было ему помогать как-то. Если мне память не изменяет. Это было очень давно. Уж не помню, как эта игра выглядит. Так, хорошо. Ну, давайте в погоню за этим мерзавцем. Я не думаю, что это будет дико сложно. При том, что он маг. Я ненавижу магов. Больше, чем кого бы то ни было. Барашка. А, здесь. Барашка. Ты не гриф, фас. Ты вообще, что ли, берега потерял? После вас. Так, пардон. Ты не гриф, насколько я знаю, бессмертный. Поэтому я не сильно волнуюсь за него. Хорошо. Вот так, давай. Давай, коп его, ты не гриф. Ты вообще бери. Ты посмотри, да? Ну, ладно. Че хотел, че пришел? Ну, народ. Мародер-лучник. Ты как там, нормально? Нормально, смотрю. Пускакали. Заживет до свадьбы. Обалдеть, Бин. Камень. Мы его уже, по-моему, трогали. Лененка. Иди отсюда. Пришел такой. Ну, и никто не хочет платить. Поэтому без разговоров. Так. Как? Как ты тут оказался? Переплыл, что ли? Так, а ты не гриф, по-моему, плавать-то не умеет. Да, похоже, и правда переплыл. За тобой, блин, не угонишься. Ай, не застревай, только пожалуйста. А нет, умеет. Ну, и эту лошадь обожаю все больше и больше. Ему даже дышать не надо, чтобы плавать. Видите? Он крутой. Так, что это за место такое? Тут я, по-моему, не был. Хотя, вроде, знакомый. Не знаю. Не важно. Кто там сзади? Какой-нибудь краб опять. Кого-то я уже практически вижу. А, смотри, там скелет, по-моему, был, да? Но плавать он, к сожалению, для него не умеет. Так. Лично. Там, по-моему, мага гопают, нет? Так, ты не гриф. Иди сюда. Вот тут стой пока. Блин, он опять на этом мосту. Понятно, почему они так бешено уносятся. Капец. Вот кого только нет. Что происходит вообще? Я сдаюсь, говорит. Бардак какой-то. Так, все. Исчез. Это, похоже, маг направил, да? Так, ладно, в погоню. Да ты издеваешься, что ли? Так, окей. Когда же вы уже отстанете-то от меня? Панигриф, иди куда-нибудь там, я не знаю. Улей я вин. Пока что. Покушай там, познакомься с какими-нибудь лошадками. Не до тебя сейчас совершенно. Короче говоря, в погоню на пеших, на своих двух. Далеко ушел? Не совсем вижу. Ну, видимо, куда-то сюда спрятался, что ли? Ну, шо ж такое, а? Так, ну вот, были мы у этого форта. Надо быть более скрытным. Ну да, он тут, короче говоря, в этом... В этой крепости, в этом форте. Осталось разобраться с ним. Никуда не денется. Так, ну... И где же ты? А, вон ты идешь, да? Неплохое место для драки. Можно будет прятаться за камнями. За деревьями от его... Так, подожди. Стрелу помощнее надо зарядить. Начал атакую. Блин, да как так? Хорошо. Ладно, стрела улетела в непонятное. Давайте электричеством, что ли. Так, ну... Так, ну... Я думаю, будет сложно. Ну, нет, по сути. Нет. Так, хорошо. Его потрепали неплохо, я так понимаю, в бою. Точно мертвый. Кинжал горения. Нормально. Что за ключи? Хотя у него в Леевине, по-моему, дом же свой есть, да? Арендованный. Ну-ка, давайте-ка мы туда наведаемся. Сейчас точно узнаем из записки. Вот, нет. Это не та. Ну, никто. О, это... Вот, расписание. Так, хорошо. В Леевине дом овала у Вани. Вполне возможно, этим ключом мы там откроем и сможем навариться чем-то ценным. Давайте попробуем. В этом городе мы довольно неплохо ориентируемся уже. Довольно много хорошего сделаем для него, по правде говоря. Так, ну-ка. Казармы. Пока что не вижу. А, вот его дом, понятно. Так, ну хорошо. Давайте проведаем. Приятный городок. И больше всего нравится природа вокруг него. Тут все так зелено. Густая растительность. И интересные существа и квесты. Все как надо. Сколько времени-то уже? Скоро пять вечера. Так, а то он, нет? Ну да. Отлично. Смотри, как тут красиво, да? Хочу вот такой вот домик себе. А не то, что у меня есть. Дома нет никто? Хорошо. Замок не открываем, к сожалению. Кому нужны золотые и серебряные предметы, когда тут есть виноград, верно? Как обычно. Ух ты. Вот живет же человек. Жил. Ну, жил, конечно же. Так, нет. Это я даже браться не буду. Ой, твою мать. Ох, отлично. Отлично. Вино мы тоже любим. Давайте, знаете, как сделаем? Мы сейчас попробуем нажать три раза автопопытку. Вот. И нам повезло. И все равно, как я и думал, ничего нет. Поэтому даже браться не хотелось. О-о-о-о, отлично. Так. Салат нам нафиг не нужен. Золотая чашка с помидорками тоже. Неплохо жил, товарищ. Но. Так, это про императора. Но всему приходит конец. Ничего не научили. Ну и ладно. Я думаю, это интересно, кстати. Давайте посмотрим, сколько страниц. Немного. Давайте почитаем. Начинающему волчебнику. Все самые могущественные маги Тамриэля были когда-то новичками. И все они начинали одинаково. Соприкосновение с магией возбуждало интерес к ней. И открывало потаенные способности. Затем следовали годы упорного труда. Эти пытливые натуры совершенствовали свои умения. Изучали новые заклинания. Неустанно тренировали душу и тело. Дабы стать теми великими волшебниками, которых мы знаем и ценим. Для многих гильдия магов становится отправной точкой на длинной дороге к знаниям и могуществу. Предоставляя населению магические услуги, гильдия предлагает на продажу множество заклинаний. Именно сюда стоит обращаться тем, кто желает стать волшебником. Существуют и независимые торговцы. Однако их ассортимент значительно уже. Многие заклинания лежат за пределами возможности начинающего. Так невидимость недоступна для новичка. Практикуясь, волшебник совершенствует свои умения в данной школе магии и овладевает более сложными классами заклинаний. Начинающему магу не нужно стыдиться своей неспособности использовать то или иное заклинание. Наоборот, это должно стать стимулом к стремлению совершенствоваться. Тот, кто изучает магические искусства, не должен терять терпение. Только упорные тренировки позволят улучшить свои навыки и перейти к более сложным заклинаниям. Таким, как поглощение магии, вызов младших, а впоследствии старших Дейдра и нежити. Исключительно в научных целях. Ну да, конечно. И защита от различных боевых заклинаний. Например, огня, холода, электричество. Маги, желающие специализироваться в одной из школ, должны выучить как можно больше заклинаний этой школы. И часто использовать их. Всем магам, вне зависимости от сферы их интересов, следует вступить в гильдию магов. Полноправные члены гильдии получают возможность создавать свои собственные заклинания и зачаровывать предметы. Публичное предоставление таких услуг могло бы привести к опасным последствиям. Поэтому данными привилегиями пользуются только маги высокого ранга с хорошей репутацией в Совете магов. Гражданам, заинтересованным в изучении магии, следует обращаться к архимагистру местного отделения гильдии магов. Понятно. Короче говоря, вот так зашли. Почитали книжку. Посмотрели, что у нее тут есть. Хорошо жил, на самом деле, товарищ. Экзотические приключения из Южных Королевств. Похождение легендарных героев. У нас в Южных книгах есть все. Мы покупаем и поддержанные книги. Ты посмотри, да? Ничего нас не научили. Видимо, нечему учить. Блин, я тут хочу поселиться просто. Очень крутой дом. Мне понравился прям. Смотри, а подвал-то какой. О, просто красота. Никого не видать. В бочках припасы. Ну да, не всякая одежда. И вам. Дешевое пиво. Прикольно. Короче, ничего особо полезного я не вижу. Но вон там что-то есть, похоже. У него подвал больше, чем моя хижина. Около Леевина, где она там находится. Вот это вот. Это меня печалит. Так, ну хорошо. Ладно. Тут, похоже, ничего особо нет. Я проверил. Может быть. Но нет. Ничего тут. Я-то уж думал, что-то интересное найдем. Какой-то опорик прикольный, да? Ох ты, твою мать. Нормально. Неплохо так. Ну ладно. Что это было? Так, ну ладно, давайте двигаться отсюда тогда. Это было довольно интересно. Хотя второй этаж еще там может что-то быть. Красивая керамическая ваза. Ой, какая красивая. Нють. А просто не хочу. Больно возиться. Там все равно ничего нет. Как правило. Так, ладно. Теперь нам нужно... Куда там нам нужно? Торговом районе имперского города. Понятно. Пойдем. В принципе, на сегодня закончим, наверное. В следующей серии посмотрим, что там еще будет такое. Я поначалу даже подумал, что это какие-то случайным образом созданные задания, как было в Скориме. Вот эти вот случайным образом генерируемые. Но здесь сказали, что именно стоит подождать, и потом в итоге это приведет к очень интересным квестам. Поэтому я не хочу пока отказываться от дел Темного Братства. Так, вот магазин. Нет. Вот то, что нам нужно, да? Еще 500 золотых. И тайный приказ номер 6. Давайте более подробно. Что это за... Норд. Алва, у Вани мертв, как и все остальные. Ты продолжаешь удивлять меня, душитель. А я, со своей стороны, только рад потакать твоим инстинктам убийцы. Твоя новая цель Норд. Варвар по имени Хавилстен Морозная Кровь, который живет в одиночестве в своем лагере на вершине горы Кноу. Этот Хавилстен жестоко расправился с вождем племени на острове Солстей. По обычаю Нордов, убийца должна заплатить штраф в виру. Однако сестра убитого вождя решила, что Хавилстен должен заплатить своей жизнью. Именно ты, душитель, должен утешить сестру убитого и ее семью. Тебе нужно отправиться на гору Гнол, найти Хавилстена Морозная Кровь и отправить его душу к Ситису. Когда Морозная Кровь будет убит, отправляйся к алдейским руинам, к алейским руинам Нордов. В затопленной части этих развалин под водой ты найдешь сундук. Возможно, ты уже догадываешься, что в сундуке будет награда за убийство Хавилстена и твой новый контракт. Ну да, логично. Ну что, давайте на этом завершим. В следующей серии пойдем выполнять этот квест. И, судя по всему, заберемся куда-то высоко в горы. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну да, недалеко от Брумы, кстати говоря, гора Гнол. Я думаю, это будет интересно, потому что суровые Норды, их всегда интересно убивать именно в скрытном бою. Здесь они показывают свою полную несостоятельность. Они предпочитают открытый яростный бой, но не прятаться в тенях. Поэтому это будет довольно просто, я считаю. Хотя, не будем загадывать. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok